Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Речь в сегодняшнем нашем выпуске пойдет о том, какая работа проводится в Таразе по профилактике бытовых пожаров. Ни для кого не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей, наносят материальный ущерб и в ряде случаев влекут за собой человеческие жертвы. В целях профилактики несчастных случаев сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Тараза провели профилактический рейд перед отопительным сезоном. Ежегодно в период отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузки электросети, а также обычная беспечность. Статистика пожаров свидетельствует, что большое количество возгораний происходит в жилом секторе и многоэтажных жилых домах. В этой связи сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям проводят профилактические мероприятия, где разъясняют правила безопасности при пользовании электроботовыми приборами и источниками открытого огня. Сотрудники органов гражданской защиты предупреждают, что соблюдение правил пожарной безопасности сохранит вашу жизнь, здоровье и имущество. Во исполнение плана по пожарной безопасности с 15 сентября по 15 октября на территории города Тарас проходит месячная пожарная безопасность. В связи с чем, сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям города Тарас на данный момент проводится профилактическое разъяснение для населения по пожарной безопасности. Уважаемые жители и гости города Тарас, с наступлением отопительного сезона просим вас соблюдать все следующие требования пожарной безопасности. То есть не оставлять печи или газовые колонки розжига без присмотра, а также доверять их розжиг для детей. Не применяйте для розжига печи легковоспламеняющие вещества, такие как бензин, керосин, а также дизельное топливо. Всегда следите за состоянием печи, а также дымоходу. Береженого бог бережет. В Турар-Рыскуловском районе состоялись комплексные командно-штабные учения по ликвидации открытого газоводяного фонтана на устье скважины подземного хранилища газа Акартубе путем наведения запорного оборудования с применением канатной оснастки. По сценарию учения на скважине подземного хранилища газа Акартубе произошла разгерметизация, что привело к утечке с последующим выбросом газа и возникновению открытого газоводяного фонтана. Согласно утвержденной схеме оповещения, было произведено оповещение об аварии руководителей предприятия и оперативных дежурных аварийно-спасательных служб. После получения сигнала о возникновении выброса газоводяного фонтана, пожарные, формирование и медицинская служба выдвинулись на место аварии. По результатам произведенных замеров концентрации токсических газов в воздухе, оценки состояния устья и оборудования, было принято решение о ликвидации аварии на объекте. Согласно замысла учений, была вероятность воспламенения газа. Для недопущения ситуации пожарные расчеты производили непрерывную подачу воды и тушащих средств. Затем была дана команда на проведение работ по наведению запорной арматуры при помощи тросовой канатной оснастки. Оперативное звено по сигналу ответственного исполнителя работ произвело закрытие герметизирующего элемента запорного противовыбросного оборудования. Скважина загерметизирована, фонтан ликвидирован. В целях совершенствования взаимодействия сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Жамбулского учреждения по охране лесов и животного мира проведены пожарно-тактические учения по тушению условного природного пожара. В проведении комплексного учения по борьбе с природной стихией на территории Козыл-Кайнарского сельского округа Жамбулского района в предгорной местности были задействованы силы департамента по чрезвычайным ситуациям области и его подведомственных организаций, Акимата Жамбулского района, Жамбулского государственного учреждения по охране лесов и животного мира, а также добровольные противопожарные формирования. Отработка практических действий, направленных на подготовку сил и средств органов управления к действиям при ликвидации крупных природных пожаров, было задействовано 157 человек личного состава и 36 единиц техники. Учения проведены в соответствии с утвержденным министерством по чрезвычайным ситуациям планом. Основное внимание в ходе учений было уделено сотрудникам учреждения по охране лесов и животного мира и добровольным противопожарным формированием. В целом, подобные учения проводились с мая месяца, так как этот период времени прогнозируется наибольшая вероятность возникновения природных пожаров. Поэтому силы и средства органов гражданской защиты должны находиться в постоянной готовности и знать алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Участники тушения природного пожара реализовали весь цикл маневрирования силами и средствами – от подачи сигнала диспетчеру до создания оперативного штаба и тушению крупного лесостепного пожара. Кроме того, отработано практическое взаимодействие подразделений Департамента по чрезвычайным ситуациям и служб гражданской защиты Жамбулской области при ликвидации крупных природных пожаров. История государственной противопожарной службы Жамбулской области насчитывает более чем 80-летнюю историю развития. В период с 1983 по 1990 годы по инициативе и непосредственном руководстве начальника отдела пожарной охраны УВД Джамбулского обл. исполкома полковника внутренней службы Ахмедбекова Исабая Ахмедбековича были построены здания пожарных депо в селах Аса, Мерке имени Боржана Мамушала и в нынешнем селе Майкум, а также в городах Жанатас, Каратау. И четырехэтажное здание пожарного депо в областном центре. Большой общественный резонанс имело открытие в 1986 году пожарно-технического центра по распространению противопожарных знаний среди населения, который был в то время третьим по счету в республике. В тот же период времени было построено здание специализированной пожарной части номер один. Оно построено по типовому проекту в 1989 году и соответствует нормам проектирования объектов органов противопожарной службы. Здание четырехэтажное на шесть выездов. На территории СПЧ-1 имеется учебная башня, теплодымокамера, спортплощадка. Строительство этого здания началось в 1987 году, а в 1989 было сдано в эксплуатацию. Большую помощь в период строительства оказал Исабай Ахмедбеков. Можно сказать, что у истоков формирования этой пожарной части стоял именно он. Я работаю в этой сфере с декабря 2001 года. Вот уже почти 22 года работаю пожарным спасателем. Сам я приехал из села. Узнав, что здесь есть вакансия, решил, что буду работать пожарным. Мне нравится эта работа тем, что мы помогаем людям. Выезжая на место, мы всегда стараемся обезопасить людей, увезти их в безопасное место. Для проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожара специализированная пожарная часть номер один города Тараза оснащена необходимым оборудованием и техникой. В частности, это пожарные автоцистерны различной вместительности, аварийно-спасательные автомобили, автомобильные лестницы, автомобиль быстрого реагирования и передвижная лаборатория, предназначенная для установления причин пожаров. Управляют ими опытные водители, готовые в мгновение ока домчаться до места. Я работаю в этой части с 2015 года. Я водитель. У нас в СПЧ-1 имеется 18 единиц техники. Пожарные автоцистерны у нас на базе автомобилей КАМАЗ. Они являются основными пожарными автомобилями, необходимыми для доставки личного состава подразделений пожарной охраны, огнетушащих веществ и пожарно-технического вооружения к месту пожара и подачи огнетушащих веществ в зону горения. Автоцистерна оснащена насосом пожарным ПН-40УВ. Может использоваться как самостоятельная боевая единица с забором пенообразователя из пенобак или постороннего резервуара и забором воды из цистерны, из водоема или из водопроводной сети. Количество экипажа 7 человек, включая водителя. Также Ермексий Диханов рассказал и о других видах техники. В частности, он поведал об аварийно-спасательном автомобиле. Аварийно-спасательный автомобиль АСА-20 на полноприводном шасси предназначен для проведения спасательных работ, освещения мест тушения пожара или аварий, разборки завалов, поднятие грузов с помощью краноманипуляторной установки, откачивание воды. В городе Таразе прошли пожарно-тактические учения в многоэтажных жилых домах. На сей раз учение прошло в 12-этажном жилом доме по проспекту Абая города Тараз и проведено в рамках реализуемой Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан программы повышения культуры безопасности. На место чрезвычайной ситуации оперативно прибыли пожарные расчеты, спасатели оперативно-спасательного отряда, кинологи, а также бригады скорой помощи и полицейские. Стражи правопорядка оцепили прилегающую территорию для того, чтобы случайные прохожие не препятствовали работе пожарных и спасателей. Согласно замыслу учения, в 12-этажном здании произошел пожар, в результате чего возникла необходимость эвакуации пострадавших и оказания им медицинской помощи. Всего в учениях было задействовано 64 человека личного состава и 15 единиц техники. За действиями структурных подразделений областного департамента по чрезвычайным ситуациям наблюдали заместители Акима города Тараза Кайрат Исмаил и начальник департамента Ермек Мумбаев. Последний рассказал о целях учения. С 31 августа текущего года проводятся тактические учения в многоэтажных домах. Цель заключается в отработке действий личного состава в случае возникновения реальной угрозы пожара, повышения навыков эвакуации жителей многоэтажного дома, оказания помощи пострадавшим, а также повышения взаимодействия с другими экстренными службами города. Кроме того, специалистами управления по чрезвычайным ситуациям областного центра проведена профилактическая работа и разъяснены действия при возникновении чрезвычайных ситуаций. В ходе пожарно-тактических учений отработаны действия всех служб жизнеобеспечения в случае возникновения пожаров в многоэтажных домах. Отмечу, что в ходе учений использовалось современное спасательное оборудование. Согласно замыслу учения, произошло короткое замыкание электропроводки, что послужило причиной возникновения пожара на седьмом и восьмом этажах здания. Произошло задымление верхних этажей. Ввиду невозможности людей самостоятельно потянуть дом, звенья пожарных спасателей помогли им эвакуироваться. Также для тех, кто остался на верхних этажах, была использована автолестница. Спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбулской области просят жителей города Тарас сохранять спокойствие, не поддаваться панике и соблюдать правила пожарной безопасности. Жамбулские пожарные спасатели эвакуировали 50 человек в результате пожара. Ночью произошло возгорание в одной из квартир четырехэтажного жилого дома. В результате один человек погиб, трое пострадали, в том числе один огневорец. На этом видео видно, как огнеборцы эвакуируют людей всеми доступными способами. Сообщение о возгорании поступило в 2 часа 44 минуты ночи. И многие люди даже не подозревали, что в их доме пожар. Прибывшие на место огнеборцы и спасатели сразу же стали эвакуировать людей. Было эвакуировано 50 человек, в том числе 20 детей. Кроме того, в больницу поступило 3 человека. А в ходе разведки на четвертом этаже этого дома был обнаружен труп мужчины 1981 года рождения. В связи с тяжелым состоянием больная была госпитализирована в реанимационное отделение. Тяжное состояние было бы условлено, кроме ожогов, еще ожогом отдыхательных путей и отравлением угарным газом. Второй больной диагнозом термический ожог пламени. Второй-третьей степени около 15% поверхности тела и отравление угарным газом. При спасении жильцов получил ожоги третьей степени и госпитализирован командир отделения специализированной пожарной части номер один города Тараза Бекмурат Сурабалдеев. В результате его оперативных действий двое жильцов остались живы. Из четвертого этажа высовывались два человека. Одна женщина, другая мужчина. Они собираются сброситься с четвертого этажа. Мы на подразделение сразу приняли решение срочно эвакуировать. В результате выноса второго мужчину, сына, получил ожог третьей степени спины. За проявленную оперативность его собираются представить к награде. Стоит отметить, что на место пожара были оперативно направлены 14 единиц техники и 50 человек личного состава. Общими усилиями подразделений пожар ликвидирован в 3 часа 20 минут. Причина данного пожара выясняется на сегодняшний день. Бекмурат Сурабалдеев работает в органах гражданской защиты с 1992 года. Стаж работы более 30 лет. За годы работы имеет 92 поощрения. Отличается своим профессионализмом и оперативностью. Данный сотрудник будет обязательно представлен в награде. На сегодняшний день проводятся все необходимые работы по предоставлению послужного списка высшестоящим органам для дальнейшего поощрения данного сотрудника. Всего за 9 месяцев текущего года на территории Жамбулской области зарегистрировано 611 пожаров. В прошлом было 546. Что же касается помощи погорельцам, то этот вопрос будет рассмотрен соответствующей комиссией по обращениям граждан. На этом наш выпуск подошел к концу. Берегите себя и своих близких. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!